Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Левит, перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала экзегет. Ну вот, много запретов у нас было в предшествующих главах, чего нельзя делать. А любые запреты без санкций за их нарушения бессмысленны. Если что-то нельзя, но при этом никто не проверяет и не наказывает, обнаружив, то фактически это можно. А какие же будут санкции? Ну, мы знаем, что в ветхозаветном законодательстве, в принципе, два вида наказаний. И для нас, конечно, это какая-то очень такая, но бедная палитра. Это штрафы и смертная казнь. Дело в том, что для современного законодательства практически любой страны основное наказание – это тюремное заключение. Его совершенно не знает Ветхий Завет. Нет тюрем. То есть не то, что никогда никого не держат в заперти. Да, бывает. Но это связано с пленниками, с рабами, с какими-то особыми ситуациями, когда кого-то заключает царь или кто-то такой, обладающий авторитетом. Но это фактически личный пленник царя по тем или иным причинам. С пророками нередко такие истории происходили. Но наказание как некая установленная мера, оно просто вот не может быть в Ветхом Завете тюремным заключением. Может быть, потому что нету развитого государства. Знаете, это же нужно целую систему создавать. И потом эта система, она имеет свойство перерождаться в такое, знаете, прибежище садистов и людей, неудовлетворенных своей жизнью, вымещающих это зло на других. Значит, это нужно контролировать. Значит, нужно периодически устраивать там какие-то проверки, создавать какие-то комиссии по человечному обращению с заключенными. Все это есть в современном обществе. А в Древнем Израиле этого не было. И, очевидно, просто не было возможности все это создать. Поэтому принцип очень простой. Преступление против собственности – штраф. И мы видели уже отчасти. Ну, это как бы, между прочим, упомянутая там пятая часть. 20% штрафа за воровство компенсируешь ущерб, а 20% за причиненные неудобства, так сказать, да, за моральный вред. Немного, совсем немного. А преступление против личности – смертная казнь. Почему? Потому что, если ты украл, ну, не ты, ладно, если кто-то украл имущество, он должен отдать имущество. Если кто-то напал на личность, он должен отдать личность. А что это значит? Это значит принести себя в жертву. Вот жертвоприношение – это способ сказать, я виновен, но этот барашек-бычок будет моей заменой. В Уголовном кодексе нету замены. В Уголовном кодексе наказание получает тот, кто нарушил предписание. Поэтому очень много смертной казни. Для нас кажется, что это просто, ну, местами очень жестоко. Правда, есть такая возможность, что не всегда это смертная казнь, а иногда это изгнание. То есть, человека вычеркивают из своего народа. И действительно мы видим случаи, когда говорится «убей», и это подробно описано. Есть случаи, когда сказано «истребиться из народа своего». Можно тоже убить и сказать «все, мы вычеркнули этого человека из списков наших соотечественников, но можно его изгнать». В общем-то, в древности это было на грани смертной казни, как, знаете, в Первую мировую, если там дезертировал солдат, то его выводили на нейтральную полосу. Он должен был прожить сутки между двумя линиями окоп, это было практически невозможно. Поэтому это был вариантом расстрела. Либо свои, либо другие. А то же самое в древности, если человека выводят за пределы своего народа, к кому он пойдет? Филистимленам? Он враг? Или там каким-нибудь финикийцам-моавитянам? Может быть, не очень враг, но зачем он им нужен? Пример есть, конечно. Там книга «Руфь» — это вся история про такой пример, пример, когда моавитяне относятся хорошо к израильтянам, и потом моавитянка принимает, собственно говоря, веру израильтян. Но это редкость. Поэтому вот сейчас мы познакомимся с большим количеством случаев, когда идет речь либо об изгнании, либо о смертной казни. Иногда смертная казнь называется явным образом. Мы постараемся понять, в чем принцип. Где вот та граница, за которой израильтяне древние говорили, этот человек не должен быть частью нашего народа. Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым всякий человек из числа сынов Израилевых или живущих средних переселенцев. Кстати, тоже очень важный момент. Одинаковые правила, нет двойственности. Вот потом все средние века, да в России вплоть до революции, скажем, дворянина и крестьянина наказывали по-разному. А здесь граждане, не граждане, неважно. Личность совершает преступление, а не статус. Который отдаст свое дитю Молоху, имеется в виду языческое божество, отдаст его Молоху, вероятно, практиковали детские жертвоприношения. Они были у карфагенин, видимо, у финикийцев тоже, финикийцы, близкие соседи. Так вот, тот, кто принесет свое дитя в жертву Молоху, должен быть предан смерти, пусть жители этой страны забросают его камнями. Вот описана смертная казнь без вариантов, да. «Я обращу мой гнев против такого человека, уничтожив его, и будет он отторгнут от народа своего». Ага, то есть отторгнуть можно и убив. «За то, что он отдал свое дитя Молоху, осквернил мое святилище и святое имя мое». Смотрите, очень долгое разъяснение, почему. Казалось бы, его ребенок – его дело, потому что тогда не было прав ребенка, а ребенок был, собственно, собственностью своих родителей. А вот он отдает самое ценное, что есть жизнь, жизнь своего ребенка, языческому божеству. «Если жители этой страны закроют глаза на то, что он отдал свое дитя Молоху, и не предадут его смерти, то я обращу мой гнев против этого человека и против всех его родичей, уничтожив его и все, кто вместе с ним был дел с Молохом, и будут они отторгнуты от народа своего». Обратите внимание, Господь говорит, «Если вы не накажете, я накажу смертную казнь не только его одного, но все его окружение». То есть принцип понятен. Есть такие преступления, когда нужно просто вырвать этого человека из народа и сделать это показательно, публично, чтобы все понимали. Я сказал, как расстреливали дезертиров на войне, вот то же самое. Просто если один может убежать с поля боя и с ним ничего не будет, завтра все побегут. Поэтому это вот то же самое, дезертирство с поля боя, более того, переход на сторону противника, переход на сторону языческого бога. «Против всякого человека, который вопрошает мертвецов, духов, ведунов и блудит с ними». Кстати, царь Саул этим баловался в конце своей жизни, конец во многом от этого и наступил. «Я обращу мой гнев, уничтожи его, и будет он отрогнут от народа своего». Даже не сказано, вы его казните. Почему? Видимо, потому что жертвоприношение младенца – это вещь, которую скрыть невозможно. Вот был младенец, сегодня его нет, зато там обряд жертвы был проведен. А вот то, что человек может запереться и у себя дома тайно совершать вопрошение мертвых, то есть общаться с миром духовных сущностей напрямую без Бога, да, вот здесь уже похоже на принцип, который был у древних римлян, что обиды, нанесенные богам, это дело для самих богов, их предмет заботы, да, и это предмет заботы для Бога. Но понятно, что и те, кто, собственно говоря, вокруг, могут такого человека казнить, это вполне в их полномочиях, потому что «Будьте святы, храните свои святости, ибо я Господь ваш Бог, соблюдайте мои предписания, исполняйте их, я Господь источник вашей святости». Вновь и вновь. Ну, общий принцип – Господь свят, вы народ Бога, вы должны этой святости соответствовать, вы должны ей подражать, вы не должны противоречить этой святости самим своим поведением. «Всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. Раз он оскорбил отца или мать, вина за кровь его на нем самом». Опять-таки, публичное действие, это не дома там сидел и что-то нашептывал, а публично оскорбил, как пример остальным. Интересно, что непочтение к родителям идет сразу после нарушения единства Бога, преступления против Бога. То есть родители – это первые люди, по отношению к которым человек обладает какими-то обязанностями и ограничениями. Ну, собственно, с рождения. А дальше вдруг прям без перехода. Если кто лег с чужой женой, с женой ближнего своего, то следует предать смерти обоих, его и эту женщину. Это тоже нарушение каких-то естественных союзов. То есть когда то, что принадлежит другому, право близости с его женой, оно похищается. Но это не имущество, это личное право. Поэтому единственное наказание с ветхозаветной точки зрения – смерть. Кстати, ислам сегодня действует примерно так же, по крайней мере, в теории. Кто лег с женой отца, тот обнажил срам отца обоих, следует предать смерти. Веноза кровь их на них самих. С женой отца. Вряд ли имеется в виду с женой живущего отца, потому что тогда получается, что это частный случай с чужой женой. Видимо, скажем, женщина, которая была женой его, он умер или он с ней развелся, или он в данный момент не является ее мужем. Вина за кровь их на них самих. Если кто лег со своей невесткой, то обоих следует предать смерти. Невестка, соответственно, жена мужа, жена сына, простите, да, то есть которая входит в твой клан, в твою семью. Обоих следует предать смерти, они сделали гадость, веноза и кровь на них самих. Может быть, имеется в виду то, что это особое преступление, да, вот не просто чужая жена, это вообще жена, но жена твоего отца или твоего сына, это еще и нарушение отдельного запрета вот на кровосмещение внутри семьи, поэтому это упомянуто отдельно. Тогда получается, что это наиболее сильная степень нарушения этой заповеди. Но наказание сильнее смерти ничего не бывает. Напомню, что в Новом Завете в Евангелии от Иоанна описывается история про то, как привели женщину, взятую к полюбодеянии. Интересно, что мужчина бежал, очевидно. Вообще-то здесь обоих, да, потому что это имеется в виду не изнасилование, а добровольное, добровольное сожительство. И Христос говорит, кто из вас без греха, первым брось камень. То есть, возможно, устанавливается некоторая норма, а норма, она предполагает возможность исключения. Вот в Новом Завете исключение становится как бы даже правилом. Не то, что совсем правилом, но возможностью правила. Вот, да, надо всех казнить. Ну, а кто казнит? Только тот, кто сам непричастен. Возможно, не этому конкретному, но вообще какому-то греху. Дальше. Если мужчина лег с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость. Их следует предать смерти, веноза и кровь на них самих. Ну, конечно, это место вызывает огромное количество споров в современном мире. Грубо говоря, здесь запрещается мужской гомосексуализм. А причем тоже под страхом смертной казни. А причем здесь это? Это, если чужая жена, то понятно, это нарушение брачных отношений, да, присвоение чужой жены. А здесь они же оба свободны. Но в Ветхом Завете все-таки понимается, в Библии понимается союз мужчины и женщины как некая изначальная заданность. То есть это нарушение не только прав какого-то конкретного человека, у которого ты уводишь, не ты, допустим, кто-то уводит супругу, но как скорее нарушение прав Бога, который сделал мужчину и женщину как супругов, да, а тут вот похищают у Бога. Это единственное предписанное им супружество. Если кто возьмет жены женщину и ее мать, то это гнусность. Пусть его и обеих женщин сожгут, чтобы не было среди вас гнусности. Ну, то есть не надо смешивать брачные отношения и отношения близко-родственные, да, не должно быть близкого родства внутри брака. Кровного родства. Мужчину, который совокупился с животным, следует предать смерти, и животное убейте. Если женщина совокупилась с животным, убей женщину и животное, и следует предать смерти, видна за их кровь на них самих. Примерно та же история, что с гомосексуализмом. Единственное, что здесь отдельно оговаривается женщина. Вот женский гомосексуализм не упомянут в этой главе. Есть места в Библии, где он как бы идет тоже в комплекте, да, но не отдельно. Про совокупление с животными, зоофилию тоже, в принципе, понятно. Это нарушение некоторых, вот изначально заданных образцов отношений между полами, а здесь даже не между полами, а между видами. «Если кто-то женился на своей сестре, на дочери отца своего или матери своей, увидел срам сестры, а та увидела его срам, то это бесчестье. Но увидел срам, имеется дублизость. Да будут они истреблены на глазах у своих родичей, оторгнуты от народа своего. Этот человек обнажил срам сестры, на него пала вина». Тот же самый принцип несмешения кровного родства и брака, да, ну и мы знаем, что действительно в большинстве народов это строго запрещено, хотя мы знаем, что есть и истории, когда Авраам, например, был женат на своей сестре, хотя не полной, а сводной. Но это было до здравания закона. «Если кто-то женщина, у которой месячный, обнажил ее срамы, обнажил течение крови ее, и она обнажила течение крови своей, то они оба будут истреблены и отторгнуты от народа своего». Ну вот такая гигиеническая мера, и опять-таки истреблены и исторгнуты. Отторгнуты, наверное, можно понимать, как то, что их прогонят, но выше вот много контекстов, где упоминается скорее смертная, явно упоминается смертная казнь. «Не обнажай срам сестры, матери своей, сестра отца своего, кто сделает такое, тот оголит свою родную плоть, наобой будет вина». Но, что интересно, не сказано казнить их или даже прогнать. «Кто ляжет с женой, дядя откроет срам своего дяди, они оба поплатятся за свой грех, умрут бездетными». Ну, можно сказать, их казнят в тот же момент, но этого не написано. То есть здесь уже как бы Бог сам их накажет, непонятно как именно. Если кто-то женится на жене брата, то это грязь, он откроет срам брата, они останутся бездетными. Вот смотрите, здесь уже такой более мягкий случай. То есть чем дальше вот эта степень близкого родства, тем, соответственно, менее серьезное наказание. «Соблюдайте мои предписания и законы, исполняйте их. И тогда та земля, в которую я веду вас, чтобы вы жили там, не изрыгнет вас». То есть земля не носит нарушителей закона, вот как все эти самые языческие народы. Ханаана были отторгнуты, так и израильтяне могут быть отторгнуты, если они не будут соблюдать предписания, потому что их греховные поступки оскверняют саму землю. И об этом даже более конкретно. «Не следуйте обычаям народу, в которых я изгоняю, расчищаю вам место. Они сделали все это и стали мне отвратительны. Я сказал вам, вы будете владеть их землей, я дам ее вам во владение, эту землю текущую молоком и медом. Я Господь ваш Бог, который отличает вас от других народов». Вот, кстати, прекрасный повод для израильтян сказать, а что такого? А вот это все делают. А у них у этих там хананеев это сплошь и рядом, ну а мы чего? Мы просто делаем то же самое. Нет, вы народ Божий. Вот я очень часто слышу, когда обличаются какие-то дурные дела среди моего народа, говорят, а вот эти посмотрите, а у них все то же самое. Какая разница? Если равняться по худшим образцам, ну, тогда, наверное, надо забыть про то, что у нас вообще какие-то отношения с Богом, да? Тогда надо прямо сказать, ну, мы хуже всех. «А вы отличаете чистое животное от нечистого и нечистую птицу от чистой. Не оскверняйте себя ничем из того, что я велел считать вам нечистым, ни крупными животными, ни летающими тварями, ни мелкой живностью, которая снует по земле». Там были длинные правила, мы читали про то, что можно, что нельзя употреблять пищу. Вот это не просто диетические, знаете, такие предписания, ешьте поменьше углеводов и жирной пищи, да? И у вас будет все в порядке с сердечно-сосудистой системой и лишнего веса не наберете. Нет, это про соблюдение гораздо более важной чистоты, которая связана с ритуалом и которая предполагает, что у святого Бога чистый народ. Пусть это пока всего лишь ритуальные правила, они мало связаны, здесь еще совсем практически не связаны с, скажем так, как с этическими нормами. «Будьте для меня святы, ибо я Господь свят, я отличаю вас от других народов, вы мои». А вот остальные все вот как хотят, да? Как хотят тоже не совсем верно, потому что хананеи изгоняются из земли за свои преступления, но главное, что вы мои, не оглядывайтесь, не оправдывайте себя чем-то, что увидите у других. Да, кстати, чуть не забыл, как будто говорит нам автор. «Мужчины, женщины, которые общаются с мертвецами, с духами-ведунами, следует предавать смерти, пусть их забросают камнями, вина за их кровь на них самих». А почему вдруг здесь неожиданный возврат? Наверное, потому что теперь становится понятна логика, по которой нельзя общаться с мертвецами, с духами-ведунами, с миром духовных сущностей вместо Бога, потому что вы мои. И как раз это параллельно нарушение брачных прав и нарушение прав Бога, это, в принципе, очень похожие преступления. Дальше пойдет более конкретно про священников. Это касается всего народа, то, что мы прочитали, но у священников есть свои особые правила, потому что они играют особую роль, выполняют особую задачу и ближе к Богу, просто потому что ему служат постоянно. ризуна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...